Всем привет! Я рада вас приветствовать на своем YouTube канале. Обо всем понемногу с Натальей. Уже выходя из теплицы, поймала себя на мысль, что оказывается, я еще не показала вам ботяню. Я столько про него за кадром говорю, когда показываю какой-то тот или иной свой сорт. А ботяню-то я не показала. А он у меня вот какой. В этом году так получилось, что у меня ботяне остался всего один куст, хотя я его высевала много. Но вот когда продавала томаты, рассаду, вот у меня его прям все выпрашивали, выпрашивали. Да так навыпрашивали, что и себе еле один наставила. Но на следующий год исправим эту ситуацию. Ботяне, Пудовика, Тяжеловеса, Сибирь я точно буду высаживать по 4 в теплицу. Меня они просто покорили. Ну и Вова Путин теперь уже присоединился к ним. Но вернемся к нашим томатам. Так вот, вот он ботяне. Уже сюда я подставила ящик, потому что, ну сами видите, какая кисть. Попытаюсь показать. Так, 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 так. Развилка, ну я думаю так видно. Вот он, низкая развилка, очень низкая развилка у него идет. Очень радует. От развилки сразу кисти выбрасывает. Вот это все одна кисть. Вот она здесь лежит, это все одна кисть. 2, 4, 6, 7. 7 плодов и плюс еще вот сколько он завязывает. Урожайный сорт, конечно. Он индотерминатный, заявлен как. Так, но прям вот многие говорят, что он прям мощный-мощный упирается. Но вот я стою, у меня рост 1,58 м, он где-то 1,60 м у меня вырос. Вот в два стебля я его веду. Вот 1,60 м, наверное, где-то у него высота. И пока не растет больше. Но конец июля, уже скоро август. Я думаю, что ненамного он уже вырастет. Стебли тонкие. И в рассаде он такой, весь такой хиленький, тонкий, звонкий, прозрачный. Поникшие листва помидорные. У него он и в рассаде такой хиленький. Я первое время вообще думала, что, когда я его начала выращивать, когда не знала, что он такой, ну что рассада, наверное, не кудущная у меня. Нет, это просто он такой, есть особенность сорта. Я думаю, что многие про него знают. Он не агрессивный в плане, не доминирующий в плане пространства. Ему достаточно того, что он здесь скромненько вот так вот занимает. Он, значит, пасынги не выбрасывает. Что тоже выбрасывает, конечно, но не настолько много, чтобы доставляло это какие-то проблемы. Понятно, что он крупноплодный. Я уже показала плоды. Плоды у него, ну, ближе, наверное, к розовому цвету. Вот уже сейчас могу говорить, потому что его второй год выращивают. Тонкая кожица у него. У него семена есть, но у него очень много. Мякоть мясистая такая, знаете, арбузная. Очень сладкий. Муж у меня, кстати, их не любит, потому что ему надо томаты с кислинкой. Они прям сладкие. У них вообще нет кислинки. И это вот то, что я люблю. Это я для себя сажаю в салатные. Вот, посмотрите, первую кисть я вам показала. Дальше в развилке надо обрывать листву. Она уже здесь ни к чему, но у меня руки не доходят. Посмотрите, какие огромные плоды. Вот она, сердцевидная у них. Видите, прям здесь явно видно сердцевидная, плоская такая форма у него. Выкинул. Вот еще один плод. Дальше. То есть у них не мельчает, не мельчает плоды. Чем выше, тем не мельчает. Вот здесь тоже. Единственное, что, конечно, вот они, видно, отсыхают. Выкармливая вот эти плоды, скидывает кисти в других. Я видела, что у коллекционера, которого я заказывала, у него ботяня больше принес плодов. Но я не нормирую кисти. Вот как есть, так и есть. И я посынкую. Многие знают, что ботяню не посынкуют. Поэтому больше мне хватит. Нам достаточно. А вот здесь, посмотрите, вообще какой крупный плод. Ой, все-все-все, задело. И он у меня начал ползти вниз. Уже прям страшно прикасаться. Очень крупные, сладкие, с тонкой кожицей, как я уже сказала, салатные томаты. Неприхотливые в ухаживании, не агрессивные, недоминирующие, нераскидистые листва. Поэтому я вам его рекомендую. Думаю, что если вы будете выращивать ботяню, сорт, то не пожалеете. Это его доступно, можно купить в магазине. Равно как и пудовик. Они примерно одинаковые. Вот я вам сейчас покажу для сравнения. Вот у меня пудовик. Ну, мы здесь уже видим, конечно, это уже не показатель, вот эта нижняя кисть. Так, 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 вот у меня пудовик. Пошел завязывать. Это у меня не вершинка, сразу предупреждаю. Это место от цветочек здесь было. Вот у меня пудовик. Вот пудовик. Ну, то есть, примерно они одинаковые. Вот здесь. Это все он. Ну, на этом видеообзор ботяни подошел к концу. Еще один мой фаворит. Завязывает плоды независимо от погодных условий. Это сорт сибирской селекции. А так как у нас, я вам говорила, ночи холодные в июне и днем может быть холодно, он завязывает несмотря ни на какую погоду. И ранний краснеть начинает тоже довольно-таки рано. Это равно как и пудовик. Рекомендую к выращиванию. А на этом я с вами попрощаюсь. До новых встреч, до новых видео. Всего вам доброго.